Сейчас будем готовить банановые панкейки С голубикой Здесь у меня зерновая мука Смотрите, какой у меня сахар интересный Сейчас вам покажу Сейчас мы его пересыпем вот в эту баночку Это белорусский такой сахар Классный, да? Специально купила, потому что интересно Сейчас мы его пересыпем вот в эту баночку И будем приступать к приготовлению Пересыпала сахар И хочу сказать, что качество сахара Просто супер плюс Никакого постороннего запаха Сахар сухой, чистенький Вообще просто очень понравилось Бананы должны быть очень хорошо созревшие У меня как раз осталось два бананчика Мы их просто разминаем вилочкой И добавляем туда два яйца Два банана у нас размяты Два яйца Немножечко сахара по вкусу Щепоточка соды Щепоточка соли Ложечка зерновой муки И столовая И столовая ложечка крахмала Все, все это мы смешиваем Кто не любит зерновую муку Кладите белую Потому что, конечно, такой Очень пп-рецепт получается И на гарнир у нас будет Вот такая красивая голубика Субтитры делал DimaTorzok Получила посылочки с Wildberries И давайте смотреть, что я заказала в этот раз Вот такие у меня наушники Кронекс Покупаю уже не первый раз Мне нравится качество Пользуюсь беспроводными наушниками Мне это подходит Каждый выбирает сам Проводные или беспроводные Сейчас взяла вот в таком красивом синим Сине-зеленом цвете В общем, мне понравилось Также покупала до этого И вам показывала Потому что на два телефона Не хочу туда-сюда их переключать Чтобы у меня были дополнительные До этого брала вот в таком красивом Ярко-фиолетовом цвете Есть дополнительные уплотнители Два-три варианта Так что можно подстроить для себя Как вам будет удобнее Что еще купила? Купила второй вот такой спрей На травах Для ухода за кожей головы Спрей имеет такой Скажем, синий оттенок Поэтому я не знаю Как будет для блонда А для русых волос Темно-русых волос И вообще просто темных волос Подходит в принципе идеально Оказывает освежающее Лечебное действие Это средство, как я сказала На травах Там целый комплекс полезных Трав И хороший уход за волосами Взяла, видите, второй Один не распечатанный А один я уже использую Такой спрей Мне он очень понравился А так как курс у нас полгода Поэтому взяла в прок второй Пока на него очень-очень Хорошая скидочка Такое тоже интересное средство Сейчас комплексно занимаюсь Уходом за волосами Надо их сейчас поддержать Подпитать Весна, такое время года Девочки меня поймут И еще у меня Одна интересная покупочка Сейчас тоже будем С вами ее распаковывать Единственное, смотрите Такой вот грязный пакет Просто грязный какой-то Весь истерзанный В пятнах Я люблю, когда Заботится о тебе Продавец И, конечно же В более приличном варианте Приходит Ника, нельзя трогать Смотри, какой грязный пакет Нельзя Иди что-нибудь другое Вот, иди другое что-то посмотри Ну, реально очень грязное Пришло средство От Ладор Это маска для волос Ее держим Около трех минут Нельзя передерживать Больше, потому что Опять же Имеет синий оттенок И кожа головы Может покраситься В синий цвет Поэтому, думаю Тоже для блонда Надо выбирать Какие-то другие средства Буду использовать Тоже вам скажу Потому что Спрей уже гарантированно Отличный вариант Собрали рюкзачки И отправляемся в путешествие Берем вас с собой Едем мы в Санкт-Петербург Мы уже зашли в свое купе Купе у нас SVM Тут разница в том Что здесь по две подушечки Ну и естественно Два места На столе у нас лежит Вот такой вот каталог Здесь можно Купить что-то покушать Попить чайку А также выбрать себе Какие-то сувениры Сейчас мы с вами Его полистаем И хорошенечко рассмотрим Что тут есть Ну, шоколадки Кофеечек Есть роллтон Можно заварить То есть, в принципе С собой Особенно ничего брать не надо Но тем не менее Мы на вокзале В автомате Купили себе Сникерсы Потому что Забыли из дома Взять шоколадку Сейчас уже поздние вечера Время почти 10 часов вечера И мы отправляемся В поездочку Сейчас надо будет Раскрыть подушечки Из чехлов защитных И уже себе Будем застилать Постилечку Сейчас покажу вам Интересные сувенирчики Как вы думаете Это цены такие Оправданные Не оправданные Дорогие цены Мне интересно Взяли себе По кофеечку И укладываемся Спать Ехать совершенно Недолго Рано утром Мы уже будем В Санкт-Петербурге Приезжаем мы На Ладожский вокзал Уже утром И буквально Через несколько минут Мы будем на месте Прибыли в Питер Мы рано В 6.30 утра И времени у нас До заселения Предостаточно Мы себе Запланировали Посещение Александра Невской Лавры Поэтому сейчас По Заневскому проспекту Мы пройдем Кстати Ладожский вокзал На Заневском проспекте И сейчас метро Ладожская не работает Она на ремонте Еще по-моему Там месяц остался Ходит бесплатный транспорт Но мы идем пешком 40 минут Дойти до вот этого места Это Александра Невский мост Сейчас посмотрим Какая красота Монументальное такое сооружение Это разводной тоже мост И мы отправляемся Как раз В Александра Невскую лавру Это Свято-Троицкая Александра Невская лавра Статус лавры Получилось 1797 года В лавру вход бесплатный Открыта она С самого раннего утра Платный вход Только в некрополе Но сейчас они закрыты Поэтому мы просто погуляем По территории лавры Вот это некрополе Как раз сюда проходить надо Но пока это закрыто Не работает Потому что раннее утро Мы погуляем по лавре Конечно захоронение мы снимать не будем Потому что по известной причине Как бы уважение И поснимаем просто территорию И некоторые архитектурные сооружения Смотрите котики тут бегают Всякие Черные пушистики Очень много цветов Красивые архитектурные сооружения Это фасады декоративные За ними Как раз таки находятся Сами архитектурные сооружения Которые я не знаю Они ремонтируются Нет Но вот эти фасады Чистый декор За ними как раз Вот эти вот Старинные архитектурные здания Ну вот такая лавра Субтитры делал DimaTorzok Давайте спустимся Вот в такой уютный подвальчик Здесь кондитерская фабрики Имени Крупской И рай для сладкоежек Огромный выбор конфет Печений Марципана Зефира В общем все что хочешь А мы с вами сейчас Отправимся в интересное место Достаточно знаменитое В Санкт-Петербурге Это перекресток пяти углов И нас интересует Особняк Именно доходный дом Йофи Это огромное серое здание Кому-то оно напоминает По форме утюг Перекресток пяти углов Это Робинштейна Загородный проспект Ломоносова Вот как раз виднеется впереди Вот этот вот серый дом С башенкой В том варианте В котором сейчас мы видим Этот доходный дом Он был перестроен В 1913-14 году Первые два этажа Дома Йофи Были отведены По торговлю То есть там Располагались магазины И выделяются Эти этажи Огромными Витринными окнами На фасаде дома На фасаде дома На фасаде 40 кариатид Они установлены По всему периметру здания Несмотря на свою Многочисленность Кариатиды почти незаметны Потому что они Небольшого размера Субтитры создавал DimaTorzok Друзья На сегодня это все Чем хотела с вами поделиться В следующем ролике Мы посмотрим отель Заселение Посмотрим номер Сделаем такой рум-тур А также будут выходить Ролики с кофейнями С какими-то интересными Кондитерскими Интересные места Прогулочки Поедем с вами На Васильевский остров И многое другое Всем добра Здоровья Позитива И жизни полегче Мы увидимся с вами В новом ролике Спасибо, что были со мной Всем пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова